Слушайте, ничего себе, надпись-то написано Купаться запрещено Ну-ка, пройдем-ка Давайте чуть-чуть поглубже Посмотрим Вполне вероятно, что пройдем еще и на каньоне Покупаемся Красавчик, ставьте лайки Начинается следующий день И сейчас мы поедем В Гёйнюк На каньон Сейчас вот что-то поговорили с местными, кто экскурсии продает Говорят, далеко вам идти Вы запаритесь, там 10 километров В любом случае попробуем Если окажется далеко, развернемся Пойдем на пляж в Гёйнюк Мне там понравились виды Мне кажется, в Гёйнике Прикольнее, чем в самом Кемере Да, водила Автобуса прекрасен Сказали ему, что нам нужно в каньон Да-да, ребята, проходите Потом останавливается Возле Гёйнюка Проходите дальше в Гулу Мы говорим, нам сейчас выходить уже, Гёйнюк Типа, да-да, проходите дальше И уехал Прикиньте, проехал Нужное место Поэтому Мы сейчас еще и пешком Ну, на самом деле, он проехал где-то километр Лишнего мах удал Если бы ему не крикнул Он поехал бы дальше И уехали бы мы вообще непонятно куда Так что будьте аккуратны И по стоимости, кстати Один доллар стоило из Кемера Доехать до Гёйнюка Так выглядит этот каньон Вывеска на каньон Ну и чесать здесь еще предстоит Несколько километров вперед Не знаю, как можно заманить посетителей по такой жаре Хлебом чесночным Хлебушка как-то сейчас Точно не хочется Жара лупит И я вот так вот выгляжу сейчас Красавчик Ставьте лайки Ну, обнадеживает то, что дальше будет Место, где можно будет покупаться в каньоне Наверное, ледяная вода Это будет блаженство нырнуть туда А, как видите, 7 лир Это примерно Сколько на 3 делить? Где-то 2 2 доллара Плюс нужно будет взять какое-то оборудование в аренду Типа каски, спасательного жилета Еще что-то Но это, я так понимаю, дальше Вот, а вот карта, кстати Кемер Гюнюк Во, кстати, можете посмотреть Типа, вот, кемер мы здесь живем Приехали мы в Гюнюк И вот сюда вот поднимаемся И мы там А вот, а вчера мы ездили Вот, в Фазелис В Фазелисе были А в Текерове когда-то мы отдыхали Первый раз вообще в Турции Было это 7 лет назад где-то Или 8 Отсюда, до сюда 2 километра Да, 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 2 километра Здесь 700 метров Паркур Канюнинг Паркур А здесь что? Здесь просто гулять? Да, здесь просто гуляет красивая панрома И через 500 метров озеро есть Там купаться можно А здесь только с каской, да, получается? А здесь просто можно купаться? Да, да, здесь просто можно купаться Здесь без экипировки нельзя Ага, это вот это, вот это Да, да, вот так они плавают там Ага, сейчас заплатим Значит, вход 2 доллара Да, если экскурсия Канюнинг вот это Ага Машина Везут вверх Отвезут вверх Ага За 12 долларов? Да Ага Ну все, спасибо Подошли мы к озеру Ну здесь недалеко пройти Пару минут И будет озеро Ну сейчас посмотрим Будем только в озере купаться Или полезем в каньон Но учитывая, что мы сюда столько перлись Вполне вероятно, что пойдем еще и на каньоне Покупаемся Но озеро это, конечно, круто Сейчас после этой длительной дороги В 4 километра по солнцу Это класс, наверное Так, сейчас проверим, насколько оно холодное Я что-то мужик сказал на входе Какая, где-то вода 12 градусов 12-15 градусов То ли в этом, то ли в каньоне Мне кажется, в озере должна быть потеплее Ну вот правила каньона Гейнюка Еще Гойнюк, так Гейнюк По-разному читается Еще работает с 8 утра До захода солнца То есть часов где-то до 7 Жалко, что я не взял кейс Так бы можно было поправить И под водой с камерой Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, виды красивые, конечно, да? Ну думаю, пойдем еще в каньон Все-таки раз приехали Надо сходить все посмотреть Сейчас здесь купнемся Ну вода холодная Вода реально где-то градусов 15, наверное 18 Долго не покупаешься Но дети что-то здесь плавают И плавают прям куча детей Ну что, купнулся вообще супер Вода вообще огонь Ну реально где-то 15-18 тогда Да, ну это после длительного пути Вообще такой кайф Очень круто Реально, вот народ уходит там Что-то ребятню привели Целая группа Сейчас они уходят А, и причем Среди них паренек меня узнал Говорит, а я тебя видел На ютубе Прикольно Обычно меня в Азии узнают Ну поскольку у меня Очень много роликов из Таиланда И прочих азиатских стран Я частенько подписчиков там встречаю Вот, говорят Ого, спасибо Там ездили вашими маршрутами Перед поездкой смотрели Ну и так далее Вот, не ожидал я в Турции Встретить И особенно, что Ну такого маленького возраста Относительно У меня, я думаю Более взрослая публика Вот, ну что Сейчас еще можно постоять И потом еще раз купнуться И пойти в каньон Ну здесь круто Слушайте, ничего себе А надпись-то написано Купаться запрещено А мы здесь купались все Интересно Я не видел этой надписи Тут какая-то еще Пещера внутри интересная Ну-ка пройдем-ка Давайте Чуть-чуть поглубже посмотрим Что тут такое О! Ау! Так Блин, дальше темно и узко К вам пойдемте обратно Сейчас хочу вам снять черепашек Там в озере, оказывается Водятся черепашки Вот они греются Смотрите Ну-ка давайте к ним залезем Черепашки Черепашки Оп Оп Да, с черепашками я много где плавал И с черепашками, я не знаю В тысячу раз больше, чем это Самые прикольные черепашки были в Мексике Тем, кто любит черепах Советую посмотреть серию В Мексике Там были огромные Их было много В Акумале Это крутое место Ну, на Бали тоже были черепашки Да, куча где было черепах В общем, много у меня на канале С черепахами видосиков Причем у меня когда-то была мечта С ними поплавать Я все никак не мог их встретить Даже в Египте Там плавал И черепах не встречал А потом как-то пошло так Что практически каждый отпуск Везде где-то я плавал с черепахами Вот так что Надо подождать И мечты сбываются Фишка в том, что мы реально Дошли Вспотели Все Устали И такой кайф После всего этого нырнуть Просто блаженство Если приехали бы на такси Такого бы контраста не было А так прям реально блаженство Ну и территория красивая Да, видите, народ ушел Тихо, спокойно Прикольно, прикольно А дальше А, вон, на джипы сажают И везут как раз В каньон А что нам на входе Сказал, что машины не будет Вот машина стоит Ну что, посадили нас в джип И едем на каньон Выглядит таким макаром Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот наш джипчик разворачивается Ну, конечно, пешком долго идти придется Сейчас будем одеваться Зацените, какая здесь огромная собака спит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какая же ледяная Блин, здесь перешагивать надо Вода начинает проникать Под гидрик Чувствуется холодно Вот здесь градусов 12-15, наверное, точно Что-то на меня болтают заботы О, какая красота Еще будет прыгать оттуда Ну давай Давай прыгай Давай, давай А то сейчас батарейка сядет Давай, снимаем Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Чё-то с ногой. Короче, не прыгайте так. Чё, ладно, плывём дальше по каньону, что здесь дальше будет видно. Благо плыть недолго, там дальше по кальяновой камень валяется красивый. Не, ну виды да, прикольные. Смотрите, как это всё внушает, впечатляет. Стоит, стоит, стоит приехать. Конечно, разбавить морской отдых, чтобы не на пляже валяться или в отеле квасить. Можно выбраться на денёк на такую прогулочку. Конечно, предстоит ещё обратный путь, нелёгкий, но на данный момент мне нравится. Ну, я, похоже, нашёл туалет. Видите, буква М. Только Ж что-то не видно слева. Так, такая арочка. Ну, плёво. Чуть булыжники, конечно, валяются тоже наверху. Стрёмно, если что-то свалится. Конечные точки, полчаса где-то идти до неё. Водопадик здесь. Народ прыгает он сверху. Ну и всё, я обратно уже чешусь. Да, конечно, идём обратно. Сейчас такие мысли, что ноги переломать здесь, конечно, очень легко. Я думаю, поэтому экскурсии сюда никакие не организовывают, потому что слишком ответственная такая экскурсия. Никто ни за кого не может отвечать, в принципе, тем более all-inclusive. И на большинстве случаев людей пьяные, да, конечно, в отеле. Привозить сюда русских туристов и брать на себя ответственность, это как-то стрёмно. Поэтому, наверное, здесь и организованного ничего нет. Возвращаемся всё-таки на машине. Вон, красивые виды. Да. Наш водитель Best Driver. Не, хорошая экскурсия, прикольная. В общем, наверное, с нами 8 из 10 можно поставить ей. Я вам могу рекомендовать. Да, ну, кстати, для навигации мы используем Maps.me. Выглядит таким образом. Я, по-моему, про неё рассказывал, когда на Бали ездил. Вот, часто ей пользуемся. Вот, пеший маршрут. Ну, минус её в том, что она иногда бывает заводит на такие дороги, что капец. На Бали мы там уезжали просто убитую дорогу. Ну, кто смотрел путешествие, тот помнит, наверное. Там чуть ли байк не на руках пришлось вести. И если бы на машине ехали, там машина, ну, 200% не проедет. Там ездили на эндуро чуваки. Вот. Поэтому запрести по ней можно тоже, конечно, конкретно. Но, как бы она в оффлайне работает, в этом её большое преимущество. Что ж, всем спасибо за просмотр. На канале вы сможете ознакомиться с множеством других путешествий и советов по таким странам, как Таиланд, Индия, Шри-Ланка, Индонезия, Филиппины, Мексика. И множество других крутых и интересных стран. Переходите по ссылкам видео и подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны.